Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Оля и очень рада, что вы смотрите мой канал. Сегодня поговорим с вами о такой вот очень интересной теме, которая была уже затронута на моем пространстве YouTube, на моем пространстве Instagram. Эта тема называется, я как-то писала о ней уже пост, и я даже не думала, что она затронет очень многих людей. И причем в негативном таком вот ключе, я бы сказала, я этого не ожидала, я клянусь. Некоторые мне даже сказали, что я была проплачена кем-то, это меня очень рассмешило, удивило. Но в итоге поговорим сегодня еще раз коротко о этой теме, не буду я ее сейчас очень сильно как-то опять, ну, не знаю, бусолить, я бы так это сказала в данный момент. Не буду этого делать. Тема такая, я написала пост о том, что когда, как же, подождите, я даже уже забыла, как я его написала. А, да, тема называется «Ап инстинкти плодиться». Вот. И здесь я рассказываю, тот, кто не видел этого, тот, кто не слышал, и коротко повторю, здесь я рассказываю о том, что, к сожалению, есть такой тип женщин, это не все женщины, однозначно не все, но есть такой тип женщин, которые, к сожалению, не задумываются о том, как она будет поднимать детей в будущем. То есть у женщины, у любой женщины есть такой природный инстинкт, да, родить ребенка, ну, хочется иметь лялечку, наслаждаться ей, менять памперсы, нюхать эти маленькие ножки. Я это также очень сильно люблю, и у меня этот инстинкт однозначно есть. И у каждой нормальной женщины он явно есть и присутствует, это все абсолютно нормально. Но есть женщины такие, которые задумываются, когда они рожают ребенка, стабильный ли у меня партнер, есть ли у нас любовь, будет ли это хороший отец, буду ли я хорошая мать, смогу ли я ребенку дать все тепло и ласку, есть ли у меня те финансы, чтобы одеть его, обуть, оплатить какие-то учебники, может быть, в школе, сводить его к врачу, где, возможно, какие-то анализы могут быть платные и так далее, и так далее. То есть есть такая каста людей, которые, когда беременеют, они логично об этом задумываются, что я могу ребенку предложить, могу ли я покрыть его базовые инстинкты, да, даже не инстинкты, а его базовые потребности просто-напросто. А есть такая каста людей, и вот об этой касте как раз я писала в этом посту, посте, как это еще сказать, то, что порой есть женщины, которые не совсем задумываются, когда рожают детей, и не взвешивают свои ресурсы, не обдумывают, могу ли я родить. У них есть просто природный зов, хочу, 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 хочу. Порой даже уже муж против и говорит, ну, дорогая, все, давай-ка заканчивать, хватит. Но она все равно хочет, она не хочет, есть такие моменты, когда она не хочет выходить на работу, хочет быть дома и под этим соусом рожает следующего ребенка. Есть такая причина. Или когда просто хочет рожать. И, как правило, в этой ситуации очень часто страдают дети. Именно дети, которые были в этой семье рождены, и мама, как правило, перестает особо за старшими сильно, как-то, ну, не то чтобы их любить. Я не знаю, что такое любовь, опять же, да, когда ты рожаешь из-за своих каких-то корыстных интересов детей, да, есть ли тогда вообще любовь к этим детям у тебя, это надо спросить, задать себе вопрос. И в итоге рождаются эти дети. Так вот, мой позыв был, или такой вот, ну, не знаю, крик души, наверное, что, друзья, перед тем, как рожать вообще, ну, задумайтесь, задумайтесь, потому что у меня есть среди моих знакомых такие люди, которые рожали детей, не задумывались, не задумывались о своих силах, о своих ресурсах, о финансах. И в итоге сейчас, когда у них очень много детей, я не буду говорить здесь количество, потому что здесь, на мой взгляд, количество роли абсолютно не играет. Для кого-то, может быть, один ребёнок уже очень слишком много, потому что, ну, просто-напросто человек, он не привык за кем-то следить, за кем-то ухаживать, жить жизнью этого маленького ребёнка, а не жить своей жизнью, да, потому что, когда мы рожаем детей, мы обычно вынуждены перестроиться и забыть о своих интересах очень часто, и думать о интересах ребёнка, и это абсолютно нормально. Так вот, для некоторых вот есть такое, что они не могут перестроиться, им это очень тяжело даётся. И в таких семьях вот второй ребёнок уже было бы очень много, потому что уже вся вот эта энергия, она не может посвятиться даже одному ребёнку. И поэтому здесь о количестве детей речи вообще не идёт. Речь идёт в основном о том, что надо взвешивать свои ресурсы, свою любовь, как я уже сказала, свои финансы. Смогу ли я потянуть этих детей? И в комментариях были очень много негативных каких-то комментариев таких. Оля, да вы оказывается против многодетных семей и так далее, и так далее. Оля, кто вам проплатил этот пост? Что ещё на меня писали? Да как вы посмели кому-то что-то советовать? Сколько детей рожать? В общем, очень много таких моментов. А, ещё писали, а что лучше делать, аборт? Ты призываешь женщин на аборт? В общем, таких каких-то крайностей. Я призываю, друзья, не на аборт. И я просто призываю на то, чтобы, если вы идёте на ребёнка, чтобы это было всё осознанно. Вот к этому я призываю, я бы так сказала. Просто-напросто, если вы хотите ребёнка, чтобы вы задумывались, потяну ли я сейчас это или нет. Вот на моём, скажем, среди моих знакомых есть такие мамы, я вам скажу, которые, когда у них родился второй ребёнок, они плакались и говорили, как им очень ужасно. Муж не помогает, я вся без сил, у меня уже сил нет, двое кричат, требуют вечно моего внимания. У меня нет ни сил, ни энергии, ничего. Я вся вообще в этих детях, я уже вся эта. И практически уже она рассказывает, что и брак-то еле как держится, и вот на фоне вот этого всего стресса, возможно, мы вообще с мужем расстанемся, да? Но потом проходит год, и эта женщина беременеет снова. Понимаете, да? Где я задаю себе вопрос. Но если у тебя нет ресурсов, если ты вся замученная, и ты кричишь на детей, надо сказать, вот эта вся усталость, которая хронически накапливается у женщины, она потом выливается в ор на ребёнка. И бедный ребёнок начинает жить вот в этом оре, когда мама злая, вечно злая. Если я, например, также какая-то переутомлённая, я могу также как-то, знаете, порой сорваться. Мне Мишутка тогда говорит, мам, ты опять злая, что ли? И я понимаю, что стоп, стоп. Вот в данный момент мой ресурс, мой ресурс в данный момент — это двое детей. У кого-то может быть больше детей, да? И здесь надо взвешивать ресурсы. Возможно, позже, да, у меня будет ресурс опять на третьего ребёнка. Ну, возможно. Но опять же я говорю, очень важно взвешивать свои ресурсы. И когда я смотрю, что женщина не имеет уже никаких ресурсов, она срывается, она болеет, она кричит на детей, и она беременеет с третьим ребёнком, или там, я не знаю, без разницы с какими, я говорю, с четвёртым, с пятым, с шестым, то ну зачем? Зачем ребёнка, можно сказать, рожать в такие условия, когда ты не можешь за ним просто-напросто ухаживать, потому что у тебя уже нет ресурсов. И вот о этой теме мне хотелось поговорить, чтобы меня вот это ещё раз поняли, потому что вроде бы эта тема уже, знаете, закончилась, и она прошла, этот пост уже был давно, но порой на меня до сих пор всё люди заходят, пишут какие-то комментарии в каком-то негативном ключе, пытаются меня упрекнуть, сказать, что я против чего-то или ещё что-то. Поэтому мой посыл однозначно, планирование детей, это не так, как взял кошечку, собачку, поиграл, отдал или ещё что-то. Ребёнок требует колоссальных ресурсов, ответственности родителя и так далее, и так далее. Порой у нас вот есть соседка, да, я вам скажу честно, она отпускает детей на лестничную площадку и сама где-то собирается, её нету по полчаса, и дети у нас в коридоре бегают сами по себе одни. Казалось бы, что здесь такого? Но вот в этом и есть вся проблема. Не дай бог, что случится, ребёнок полетит, я не знаю, с этой лестницы, потому что ребёнок ещё маленький, буквально там 2-3 года. Какой-нибудь, я не знаю, сосед не заметит, или кто-то возьмёт, пройдёт и даже схватит этого ребёнка. Сколько придурков есть на этом свете, извините, которые просто-напросто с удовольствием воруют детей. Даже вот этот момент. Ну, в общем, для меня это крайне безответственность оставлять, не смотреть за детьми, оставлять без присмотра таких маленьких малышей. Для меня лично, я говорю, у каждого разное материнство. И я, возможно, чересчур, как многие скажут, заморачиваюсь. Но это моё материнство. И для меня абсолютно непонятно, как можно порой так безответственно относиться. Но это так, между строк. Ладно, друзья, я считаю, что или желаю вам также всего хорошего, чтобы у вас всё было хорошо. Не злитесь на меня. Будьте добрее. Всего хорошего. Пока.